Ребят, всем привет! Кто бы знал, что так не будет долго видео, кто бы знал, да? А знаете, почему их не было так долго? А вот почему! Ну, преображение вы, наверное, уже видите. Группсет поменялся. Стал он без передних переключателей всяких там непонятных звезд. Вот это вот ненужное, да? И теперь он у нас 1 на 11. Такие дела. Ко мне пришел новый групппсет. Это Шиману и Силык. 1 на 11, спереди звезда на 32 зуба. Диапазон задней кассеты это 11 на 46. Самое крутое в этом групппсете это все-таки Shadow Plus. И интересная технология на монетке, которая мне позволяет кинуть, по-моему. Ну, точнее, поднять на 3 звезды вверх. Это очень круто. Заказывал я групппсет в интернете. Прислали мне через DHL. Прислали довольно быстро. Ну, 2 недели. Мне кажется, это нормально. Коробка пришла без любых каких-то там повреждений, вмятин. Что мне понравилось в этом групппсете? Он не слишком-то дорогой. Конечно, он хуже XT. Но все плюшки и технологии от XT перешли к SLX. Это Shadow Plus, Rapid Fire, Dinosys. Вот эти всякие плюшки. Они перешли на SLX. В комплекте шли охренительные просто тросики с каким-то покрытием. То есть они теперь не просто как трос. Они теперь покрытые. Что-то типа, не знаю, тефлона, не тефлона. В общем, они гладкие и скользят очень круто. Полный крутяк. И еще одно маленькое замечание от этого групппсета. Когда я снимал старый, у меня тросики были ржавые в районе заднего переключателя. Потому что у меня есть разрез перед входом в задний переключатель. Не знаю, зачем это сделано, но он там есть. И в этот разрез попадала просто куча кала. Ну, естественно, он ржавел тросик внутри. Но здесь есть крутые наконечники на тросе. Сейчас я вам покажу. Получается, что у вас с одного края трубка, с другого края у вас резинка. И эта резинка просто не дает попасть грязи внутрь. Все просто и просто охренитель. Этот групппсет я не стал устанавливать сам, своими кровими руками. Потому что там нужно резать рубашки, тросики. А без инструментов специальных это все превратится в мясо. И будет просто куча кала. Но кто хочет так поступать с новым групппсетом, я даже не знаю. Поэтому я дал групппсет с велосипедом в местную мастерскую. Который называется BRD Workshop. Там работает Алексей. Просто крутой мужик. Он мне установил групппсет буквально за день. Поправил мне петуха. Он его выпрямил, потому что он был кривой. Он мне поравнял восьмерку на заднем колесе. Перебрал вилку и обслужил. Также посмотрел втулки. Настроил переключатель. Все протянул, все обрезал как нужно. И протянул динамометрическим ключом. Представляете, да? За день. И заплатил я за все вот эти услуги меньше двух тысяч. Меньше двух тысяч за все. Конечно, это вообще круто. Очень плохая новость насчет вилки. Вилка у меня умирает. И это определилось в мастерской. Мастер мне ее снял, разобрал. И он мне даже показывал фотографии. Потому что она была море кала. Ноги у нее уже начали ржаветь и гнить. Работает она теперь на 20%. И смысла восстанавливать ее нет. Ну, потому что она начинала ржаветь. И теперь она у меня подсывает с демпфера, с сальников. Ну и, в общем, такие дела. Вилка у меня умирает. И ее могу менять. У меня стоит RockShox XS28. И это что-то такое бюджетное. Макет-недомакет. И самое интересное, когда я разбирал и чистил велосипед, я взял голую раму с тормозом и вилку с тормозом. В обе руки и сравнил по весу. И у меня было такое ощущение, что моя вилка тяжелее рамы в два раза. И это просто дичь какая-то. И на самом деле это так и есть. Она тяжелее. Ну, в общем-то, ребята, такие дела. В общем, все круто. Группсет мне поставили. Вилку надо менять. Тормоза прокачивать. Велосипед теперь полностью новый. Из-за исключения вилки и тормозов. Ну и рамы, это понятное дело. Рама никуда не денется. Кстати, насчет шатунов. Шатуны мне больше нравятся на XLX-ском группсете, чем на XT-шном. Не знаю. Просто мне нравится их дизайн больше, чем на XT. В целом. Группсет просто охренительный. Приключения четкие, плавные. Диапазона хватает. Shadow Plus просто конфета. Всем советую. А в мастерской установили все очень быстро. За малые деньги. Тоже мужиков рекомендую. Я ссылки оставлю на них в описании. Если хотите, посмотрите. Кто в Толяте живет, обязательно туда ходите. Никуда больше. Мне скидки не делали. Так что все это я сам придумал. Потому что мужики действительно сделали круто. Сезон начинается. Все круто, ребят. И еще одно маленькое замечание насчет камеры и стабилизатора. У меня они как бы друг к другу не очень-то сильные подходят. И поэтому мне нужно будет изгаляться с внешним микрофоном. Это, конечно, не очень удобно. Но я думаю, это будет круто. Так что посмотрим в будущем. Насчет инстаграма, ребят. Кто не знал, что ко мне пришли коробки с Германии. Кто не видел, как я устанавливал кассету на барабан. Ну, примерял. Все подписывайтесь на инстаграм. Там ссылки тоже будут в описании. В заключение, я думаю, нужно нам прокатиться по этой замечательной трассе. Заросшей, забросанной всяким непонятным. Кстати, ребят, забыл вам сказать, что мне подписчик прислал посылку. Так сказать, ради чистого энтузиазма и желания помочь мне. В общем, я получил такой отличный синенький мультитул. Шестиграннички. Та же выжимка была. Один торк с отвертки. Выжимка мне, конечно же, сломалась. Как я хотел выжать свою старую цепь. Также он мне прислал фонарь на задницу красненький. И балаклаву. Представляете, зимнюю. В общем, я очень рад, что есть такие люди. Большое тебе спасибо. И меня называть не буду. Ты знаешь, кто ты. И видео по-любому ты будешь смотреть. Я надеюсь. Кстати, насчет микрофона. Теперь я, скорее всего, буду забывать его включать. Когда это нужно будет. Потому что сейчас я вам дам возможность сравнить звук с камеры. Вот сейчас звук с камеры. Я специально так делаю, чтобы вы слышали звук. И теперь звук с микрофона. Я надеюсь, что звук реально крутой. И вам нравится. Так что, на самом деле, я чуть волнуюсь. Потому что я сезон не ездил тут. И там будет большой прыжок. Ну что ж. Леба, вилка какая жесткая, ребят. Жесть, какая жесткая. Фу. Ребята, вилка просто вбивает глаза. Она не хочет работать. Она отказывается это делать. Посмотрите уровень ее срабатывания. Тут грязь, потому что она обслуживалась. Там смазывали все дела. Масло меняли. Но вы видите, да? Это 20-30%. Максимум 30. Это жесть. Кстати, знаете что? Я ездил вот с таким седлом. Не с опущенным. Да. На радостях-то я его забыл опустить. Что я могу сказать в заключении? Обвес супер крутой. Работает на отлично. Сезон только начинается. Я нашел новые места для катания. В которые мы попытаемся с вами попасть. Страх я, конечно, преодолел свой. Мне очень понравилось. Будем тут строить, чистить и кататься, ребят. А сейчас что? Ждите следующий покатух. Я надеюсь, выйдут они скоро. Так что до связи, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok